Память о Великой Отечественной войне должна жить. И миссия «Помните, сохранять ее» сейчас возлагается на плечи подрастающего поколения. Для того, чтобы сегодняшние мальчишки и девчонки знали историю своей страны, гордились ее прошлым, проводится большая военно-патриотическая работа. Основные задачи по воспитанию молодежи взяли на себя школы. Там проводятся встречи с ветеранами, тематические классные часы, экскурсии, открытый музей боевой славы. Символично, что в преддверии 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков два музея в первом лицее и третьей школе пополнились новыми экспонатами, которые им передали неравнодушные жители. Анна Монстренко с подробностями. Вот эти архивные документы в редакцию нашей телерадиокомпании принес житель поселка Кубрис Николай Закрин. В них собрана история станицы Славинской от момента заселения ее первыми казачьими семьями, строительства памятника атаманской армии до оккупации фашистскими войсками и освобождения. Особенно ценными оказались письма с фронта героя Советского Союза Евгения Андреевича Зикрана, а также подлинный наградной лист, в котором описывается подвиг героя. Евгений Зикран в 1941 году добровольцем ушел на войну. После шести месяцев обучения в военном училище был отправлен на фронт. В 1944 году при освобождении Латвии батарея, где воевал Евгений, была атакована 15 немецкими танками, шестью самоходками и ротой автоматчиков. Лейтенант Зикран прикрывал правый фланг батареи, управляя огнем взвода, уничтожил три танка. Окруженный автоматчиками вступил в единоборство с фашистами, огнем пулемета и ручными гранатами отбил атаку. Все товарищи погибли. В момент повторной атаки Евгений Зикран лично уничтожил танк, но был убит. Похоронен в латвийском городе Добеле. Евгений Зикран учился в первой школе, которая теперь стала лицеем и носит имя семи героев Советского Союза, в том числе и Евгения Андреевича. Именно поэтому было принято решение передать архивные документы в школьный музей, чтобы ребята могли их изучать. А самое главное – учились помнить историю своей страны. Без прошлого не будет будущего. Мы должны знать свою историю, своих героев. Это очень важно. Огромное спасибо за те документы, которые вы нам передали, потому что этот музей создавался много лет. Здесь есть много важных, ценных экспонатов, которым ваши подарки к нам присоединятся, я надеюсь. То есть дети будут знать, видеть и надеяться, что такого больше не повторится, такой страшной войны, и будет мир во всем мире. Как оказалось, в первом лице и знали о существовании этого архива. Его собирала учитель истории Мария Ивановна Иванова. Именно её руками и был создан этот музей. Но Мария Ивановна умерла, а документы пропали. По счастливой случайности, спустя многие годы они оказались в руках Николая Закрина, который и решил их передать тем, кому они принадлежат – школьникам первого лицея. Я поступил по совести. Это документы были утеряны. Так попало, что попали они мне в руки. Это история. История нашей России. Неправильно, как мне предлагали, продать эти документы. Это всё неправильно. Пускай дети знают, что такое, как было, почему, для чего. Директор лицея Любовь Берек поблагодарила Николая за такой бесценный подарок, который он сделал школьному музею. И пообещала, что в самое ближайшее время документы займут почётное место среди экспонатов. Вот это всё подлинные документы. Это история, которая не имеет цены, она бесценна. Это документы, которые посещены подвигу одного из семи героев Советского Союза, Евгения Андреевича из экрана. Вот огромное спасибо за то, что их сохранили, за то, что их принесли в школу. И я вот раскрываю эти документы и смотрю о том, как они важны. Эти подлинные фотографии, наградной материал. И вот эти вот треугольнички, которые из экрана писал с войны своим родителям. Ведь это вот, по сути, бесценный воспитательный материал. Даже то, как он написан аккуратным каллиграфическим почером, с какой любовью всё это сделано. Это тоже показать детям. Дети, вот это наша с вами история. Давайте быть благодарными, давайте ценить и давайте знать нашу историю, чтобы понимать сегодняшнее настоящее и предполагать будущее. Поэтому огромное спасибо. Это просто бесценный материал, который нам сегодня принесли. Часть документов, касающихся истории Станицы Славинской, Николай Закрин решил передать в музей третьей школы, в которой он сам учился. Там эту новость восприняли с большой радостью. Тем более, что школьный музей сейчас перестраивают и обновляют. Когда работы будут завершены, архивные документы займут там достойное место. Эти все документы передадим в наш школьный музей. Оформим экспозицию, которая посвящена истории нашей Станицы Славинской. Ребята будут знакомиться не только в музее нашем, а также на уроках кубановедения, истории, пользоваться этими материалами, потому что это действительно бесценный клад для нас, для школьников, вот эти вот архивные документы. Теперь за судьбу документов можно быть спокойными. Они переданы в надежные руки школьников, которые будут хранить их и помнить историю нашей страны. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова